Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Встреча с жителями улицы Ольгинская по проблемным вопросам. Отдельно здесь люди упомянули как раз проблему с придомовыми территориями. Я думаю, сейчас мы выработаем некий план мероприятий. Секрет успеха члена общественной палаты Людмила Лернер. Моя личная жизнь мне не продлежит, к сожалению. Видновский Металлург провел очередной матч чемпионата России по мотоболу. Мне очень нравится эта игра и сам мотобол в жизни. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Сергей Манеров, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, встретился с жителями многоквартирных домов, расположенных на улице Ольгинская. В ходе встречи было рассмотрено несколько проблемных вопросов. Подробнее расскажет Наталья Буслаева. Двухэтажные кирпичные дома, расположенные на Ольгинской улице, построены в середине прошлого века. Они были предназначены для работников картонажной фабрики как временное жилье. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. В них до сих пор продолжают жить люди. И проблем за это время накопилось очень много. Окна все лопнутые и треснутые. Так что вот невозможно. Да, пожалуйста, просим, чтобы нам поставили. Мы сколько писали, просили, и нас внимания не обращают. У меня угловая квартира вся в плесени. Каждый год делаем ремонт. Организатором встречи жителей домов по Ольгинской улице заместителем главы администрации Ленинского городского округа Сергеем Манеровым выступил местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов. На собрании также присутствовали представители территориального отдела и сотрудники администрации муниципалитета. Основные вопросы, которые волнуют людей, это содержание домов, состояние подъездов, сырые подвалы и необходимость проведения капитального ремонта. Отдельно здесь люди упомянули как раз проблему с придомовыми территориями. Я думаю, сейчас мы выработаем некий план мероприятий по тому, как нам совместить желания жителей по содержанию этих придомовой территории с правилами содержания территории. Как рассказал Сергей Манеров, в программу капремонта будут включены все подъезды домов. В них произведут замену входных групп, окон и освещение. Со всеми этими вопросами мы сейчас будем принимать меры, решать эти вопросы. И параллельно мы договорились, что эти дома мы будем включать в программу капитального ремонта. И постараемся, чтобы это было сделано максимально короткие сроки, чтобы уже в 2022 году жители у нас этих домов ощутили, скажем так, всю прелесть проживания в этих домах, если эти дома уже будут качественными. Сейчас подрядная организация проводит ремонт кровли дома номер 46А. Работы планируют завершить через месяц. На данный момент организован строительный городок, завезен материал. На объекте работают 6 человек. Все меры безопасности соблюдаются. То есть каски, жилетки, пояса. Произведен частичный демонтаж кровли, стропильной системы и сразу же монтаж стропильной системы и покрытия. Детская площадка, которая, по мнению жителей, уже давно не пригодна для использования, по словам представителей администрации, будет обязательно включена в план благоустройства. Также на встрече обсудили и другие вопросы. Есть вопрос также расселения аварийного жилья у улицы Вольгинский, дом 47. Там у нас тоже ситуация непростая. Четыре квартиры находятся в собственности, а остальные восемь квартир муниципальные. То есть тоже перекрыть и закрыть все, и под снос нельзя, надо решать вопрос с собственниками жилья. Этот вопрос тоже был поднят жильцами. Как подчеркнул депутат Гаджимурад Гаджимурадов, такие выездные встречи вызывают у жителей большой интерес. У людей появляется возможность напрямую рассказать руководству муниципалитета о существующих проблемах, задать волнующие вопросы и выступить с предложениями. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Ленинский городской округ богат на активных жителей. Некоторые общественную работу сделали смыслом своей жизни. Одна из таких людей Людмила Лернер, руководитель ассоциации председателей многоквартирных домов, член общественной палаты муниципалитета. О ее заслугах знает весь округ. И многие удивляются, откуда она черпает энергию. Наш корреспондент Юлия Погасьян узнала ее секрет успеха. Чаще улыбаться. И ценить. И ценить. Да, ценить то, что у тебя есть. Величайшее мастерство – работать с людьми. Но у нашей героини это получается с легкостью. Несколько лет назад Людмила Лернер посвятила себя общественной деятельности и с тех пор ни разу не пожалела. Сегодня ее узнают во всем Ленинском городском округе. А все потому, что женщина помогает людям разбираться в одной из важнейших тем – в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот уже более пяти лет Людмила Лернер возглавляет местное отделение Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов. Мы проводим уже четвертый год обучающие семинары про ЖКХ. Мы ездим по микрорайонам, чтобы жителям было в шаговой доступности от дома, чтобы люди могли прийти и узнать. Дарим бесплатно учебник по ЖКХ. Отвечаем в конце, после лекции, на все вопросы, которые жители интересуют. Для чего? Потому что у нас Ленинский городской округ занял первое место по воду нового жилья. И, естественно, это новостройки, много жителей, они многоквартирные, и очень много вопросов. Рецепт взаимопонимания с людьми для Людмилы Лернер прост. Общение. Много общения. А еще терпение, аргументы и законодательные доводы. В ее команде масса помощников. Говорит, один в поле не воин. Доверяет людям и не боится давать важные поручения своим соратникам. Я очень люблю жизнь. Я люблю людей. Мне удостоит удовольствие общаться с людьми. На работе приходится задерживаться, выходить в выходные. Даже свой отпуск я планирую, когда нет ни выборов, ни голосования какого-то, ни каких-то управдомов. Моя личная жизнь мне не продлежит, к сожалению. Деятельность ассоциации далеко не весь перечень общественной жизни Людмилы Лернер. Много времени отнимает общественная палата округа, где она занимает должность заместителя председателя. И, смотря на все достижения, у нашей героини грандиозные планы. Делится, что лучший день еще не прожит. Без мечты как жить? Надо всегда ставить такую цель, которую нелегко достигнуть. Пусть это будет маленьким секретом, но, конечно, это прежде всего научить всех жителей разбираться, читать, уметь читать единый платежный документ. Там ничего сложного нет, пока сам не вникнешь. Я же тоже не занималась раньше сферой ЖКХ, моя жизнь не была с этим связана. Ну, судьба так сложилась, что мне пришлось. И за эту работу денег не платят. Это просто такой стиль жизни – помогать другим людям. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ургосадовская, ВиднетВ. Детский лагерь всегда ассоциируется с чем-то особенным. Досуговый центр «Юность», в котором ежегодно организуют оздоровительные смены, не стал исключением. Две недели отдыха пролетели быстро. О том, какой праздник организаторы устроили ребятам в последний день смены, наш следующий сюжет. Грустный, но в то же время необычный праздник прошел в досуговом центре «Юность» в Горках Ленинских. На завершении первой смены лагеря воспитатели и вожатые решили устроить для детей неоновую вечеринку. Сегодня закрытие смены, первой смены нашего лагеря, и мы решили организовать вот такое необычное событие. Бумажное шоу в ультрафиолете. Такого еще не было. Интересно детям и интересно нам самим. Идея такого праздника пришла коллективу центра, когда они хотели придумать для детей что-то необычное в последний день смены. Родители поддержали инициативу воспитателей и вожатых. Для детей это оказалось сюрпризом. Вот сейчас у нас праздник. А праздник в честь чего? В честь конца смены, первой смены. И что вы делаете на этом празднике? Мы играем, развимся, кидаемся. Нам включают разные музыки. И это очень интересно и очень круто, прикольно. В лагере царит особая доверительная атмосфера. Дети с радостью проводят время, занимаются творчеством, гуляют и ходят на экскурсии. Отношения с детьми у нас очень теплые. Как вы уже поняли, у нас здесь очень домашняя атмосфера. И мы общаемся на уровне. Поскольку я еще работаю параллельно с молодежью, то с детьми мне общаться намного проще. При этом для ребят прощание с лагерем действительно немного грустное событие. Школьникам здесь так нравится, что они ходят в этот центр уже не первый год. Две недели пролетели. Я просто не знаю, так быстро. Хотя хочется еще, чтобы еще там делать, рисовать. За эти две недели дети успели многое сделать. И одним из самых ярких событий стала встреча с героем России Евгением Черняевым. Этот дядя был подводник. Он всякие экспедиции ходил. Он был еще инженером. Вот он под северный видовитый океан даже на глубине был. Показывал стаканчик, которые от давления под водой сжались очень сильно. Ну и много всего разного интересного. Время в лагере для ребят прилетело незаметно. Но лето полное приключений еще впереди. Дарья Ильюк, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видновский «Металлург» продолжил серию побед в чемпионате России по мотоболу. На этот раз соперником команды стала «Комета» из Краснодарского края. Как проходила игра, расскажет Александра Столярова. И вновь рев моторов, взбудораженные фанаты и летящие ворота. Огромный мяч. На стадионе проходит пятая игра чемпионата России по мотоболу. На поле встретились «Комета» из Краснодарского края и «Видновский «Металлург». «Металлург» сразу же вырвался вперед. На третьей минуте игры табло показало первой забитой командой гол. За время встречи видновчане еще не раз атакуют ворота соперника. Второй период хозяева поля завершили со счетом 6-0. Большую поддержку спортсменам оказывали зрители, родственники, друзья и фанаты мотобольного клуба. Управлять мотоциклом и думать. То есть это не просто спорт, да, там на газ нажимать, а надо думать, отдавать пас и так далее. Поэтому у меня переполняют эмоции. Это на самом деле правда интересно. Первая игра, по-моему, закончилась 17-0. А сейчас, я думаю, что десятку хотелось бы разменять. Мне очень нравится эта игра и сам мотобол в жизни. А как думаешь, с каким шотом закончится? 12-0. Но спортсмены «Кометы» до последнего не сдавались. Хотя подготовка команды значительно уступала «Металлургу», мотоболисты из Краснодарского края не дали сопернику одержать победу в сухую. В третьем периоде первый и единственный гол забил капитан команды Максим Довня. Первое, второе мы есть, там и «Колос», и «Видное», соответственно, там играют сборные России, первый, второй состав. Нам, конечно, тяжело, но за третье место, в принципе, можно бороться. Из первых четырех игр чемпионата России «Металлург» вышел победителем. Но встреча с главными соперниками еще впереди. По результатам начавшегося чемпионата России, «Колос» и «Патова» и «Агрокомплекс» и «Кирпинская». Традиционно в последние 5-6 лет вот эти две команды претендуют за тройку чемпионата. Подготовка идет серьезная. Я думаю, что будем стараться. Пятая игра чемпионата России закончилась со счетом 10-1 в пользу хозяев поля. Следующая встреча состоится 3 июля. За победу «Металлург» поборется с командой «Агрокомплекс» Краснодарского края. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин